Тверское «Динамо» в четырехматчевой серии со «Сканевой» не смогло набрать очков. Во вторник команда из Твери на домашней площадке уступила питерским армейцам со счетом 3-4. Обзор игры в нашем репортаже. Четвертый и заключительный поединок между «Динамо» и «Сканевой» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ начался крайне неудачно для хозяев. Еще не завершилась стартовая пятиминутка, а тверичане пропустили дважды. Первым ворота Игоря Тяло поразил Даниил Мироманов. Затем идеальным броском в девятку реализовал большинство другой Даниил – Агерчук. Тренерский штаб «Динамо» принял решение заменить вратаря. На лед вышел Вадим Жиренко. Гости из Санкт-Петербурга владели преимуществом на протяжении всего стартового периода. «Динамовцы» никак не могли выйти из-под высокого прессинга соперников и начать хоть что-то конструировать в зоне гостей. Пожалуй, лишь командированный из первой команды Владислав Ефремов за счет индивидуальных действий создал некоторую остроту ворот армейцев. «Не пошла игра сначала. Сейчас надо больше работать, чтобы переломить ход. Нам нужны победы срочно. Уже критическое положение в турнире на таблице». После перерыва «белоголубые» заиграли гораздо интереснее. На 30-й минуте Андрей Прибыльский завершил слаломный подход от борта до пятачка своим первым голом в сезоне и сократил отставание «Динамо» в счете 1-2. На эмоциях хозяева тут же могли восстановить равновесие, но мощный выстрел Ильи Шипова приняла на себя штанга. Впрочем, эта неудача была быстро забыта трибунами юбилейного, поскольку на 37-й минуте Георгий Бусаров результативно изменил траекторию броска Глеба Кожемякина. Развитию «Динамовского» успеха помешала крайне редкая в хоккее ситуация. Команды ушли на перерыв за 2,5 минуты до окончания второго периода. В результате быстрой атаки в ворота армейцев одновременно влетели три хоккеиста, и основное оборудование ледовой площадки оказалось повреждено. На починку потребовалось какое-то время, поэтому судьи приняли решение досрочно отправить команды в раздевалку. «Где-то неправильно сыграли, чуть-чуть расслабились, плюс не забили свои, как раз так повернулась игра». После возобновления игры в отложенное время второго периода забили армейцы. Павел Кукштейль закрывал обзор Вадиму Жиренко и не глядя протолкнул попавшую в него штайбу за ленточку. Команды поменялись сторонами, и через три минуты тверичане получили большинство, которое оказалось победным для их соперников. Кирилл Питьков, выскочив 1 в 0, забил четвертый гол петербуржцев 4-2. «Динамовцы» сократили отставание в счете благодаря шайбе Олега Зайцева и устроили мощнейший штурм ворот Никиты Лысенкова, но перевести матч в овертайм не смогли. В очередной раз «Динамо» уступило Сканеве в одну шайбу 3-4.